В связи с практикой тотальной бдительности необходимо затронуть вопрос о тонких формах проявления эго. То есть вы через посредство практики бдительности должны обличать в себе эгоистические проявления. Так вот, о явной эгоистичности сознания, как вы, надеюсь, помните, свидетельствуют ваши позывы кого-то поучать, ворочевать, что-то организовывать в духовном плане, что-то безапелляционно отстаивать, обнаруживать своё превосходство над другими, вступать в споры, гневаться, ревновать, завидовать, осуждать – это явная форма проявления эго. А тонкие формы проявления эго, тонкие формы проявления эго или эгоистичности сознания выражаются прежде всего в нарушении эмоциональной ровности у вас, в ваших негативных реакциях на любой внешний раздражитель. Если есть какая-то реакция негативная на любой внешний раздражитель, это эго реагирует. Понятно? Оно реагирует. Будь то сказанное кем-то, в частности ваш адрес, увиденное, услышанное, прочитанное в книжке отреагировали там на что-то, там кто-то по телевизору что-то сказал, вы отреагировали эмоционально. Это тонкая форма проявления эго. Всё бесстрашно, принимайте, вот смотрите и никак не реагируйте. Вы поняли? Представляете, вот фундаментальная ровность должна возобладать. А у вас всё время реакция, эмоциональная, да как же так, это неправильно, это вот, а кто завтра, чем будет завтра, кто победит там. Никакой реакции. Видите, констатируете факт. Всё. Представляете, как легко жить становится. Вы просто живёте. А так вы не живёте, мечетесь непонятно между чем и кем. Между двух огней всегда. Между умом и эмоциями. Вот так вот всё время. Болтаетесь из стороны в сторону. А это должно утихнуть, притухнуть, всё. Понятно? В конечном счёте. И ещё одна из форм, тонких форм проявления эго – это давать направо и налево полезные советы. Всем советовать. Особенно в случаях, когда вас не просят об этом. Плюс навязчиво делать добро. Навязчиво. Не надо. Ясно? Ни советов давать, ни добро не делать. Не надо. Ваш не просят делать добро. Советов не просят, а вы даёте. Это эго, тонкая форма. Думаю, вам знакомо выражение, которое часто употребляют кем-то смертельно обиженные, сетуя на то, что им плюнули в душу. Слышали это выражение? Плюнули в душу. Так вот, плюнуть в душу невозможно, ибо она всегда чиста и не замарана. Плюнуть можно только в эго. В эго плюнули – вы сразу реагируете. Ясно? Вы о душе какой-то говорите. Никто в вашу душу плюнуть не может. Она ничем не замотнена, она ровная и спокойная. Вот, когда вам перестанут «плевать в душу», в кавычках, да, то есть плевать в эго, тогда вы действительно в состоянии ровности и будете находиться. А так ваши все реакции, вот именно по принципу «плюнули в душу». Это плевки в эго. Вы на это реагируете. Ясно? Правильно и хорошо, пусть плюют. До тех пор, пока вы не поймёте, куда плюют и каким местом вы на это реагируете. Вам надо же ровность установить. Правильно? Вот. Видите, как всё просто. Так что, если вы на что-то обиделись, значит, есть куда плевать. Возьми, дед, на вооружение в плане самодиагностики вашей внутренней чистоты и степени смирения. А вот теперь, пожалуй, действительно о самом главном. Если говорить о доверии Господу, то оно у вас практически нулевое. Вы бодрствуете, учитесь молчать, молитесь, там, ещё что-то делать, но доверия Господу у вас нету никакого. Вообще-то. На языке может быть, но доверия истинного нету. Вы поняли? И как бы вы ни пытались убедить себя в обратном, а меня тем более, то есть быть абсолютно искренним, я прав, нету у вас доверия Господу никакого. Если местами и временами я говорю о полном доверии, ясно? Всё, то есть вы полностью предаёте себя в его руки, доверяетесь полностью ему. А у вас его нету. Когда меня кто-то пытается убедить, да вот этот человек уже 15 лет идёт по пути, вот, ну, если у него нет доверия Господу, он может ещё и 20 лет по пути идти. И ещё 20 лет, но пока нет доверия Господу, он не идёт по пути так, как следовало бы идти. Вы поняли? Если нет, доверия Господу. Абсолютного доверия я. В основном вы уповаете на метод, на медитацию, на молчание ума, на молитву, обращённую в никуда. Вот на это вы уповаете, этим занимаетесь. Понятно? На метод вы в основном уповаете. Ясно? Если честно. И ждёте неведомых вам результатов, а их нет, нет и не предвидится. Метод свою главную задачу выполнил, он помог вам, помог открыться вам потоку нисходящей силы. Понятно? И не предвидится никаких результатов, пока вы не будете пробуждаться и отходить ко сну с именем Господа в сердце своём. Проснулись, вспомнили его. Ясно? И так в течение дня, периодически, в любое свободное время и вечером, перед сном. Вы поняли? Метод, задачу выполнил. Всё, метод ушёл. Поток есть, всё есть. А вы всё, метод, метэго вас ловит опять на этом, на методе. Он вас упорно не хочет пускать к Господу, чтобы вы Ему доверились. Чтобы вы Ему открылись, ну, неупорно, не хочет. Да вы ещё потоку не открыли. Метод, метод, ну, потоку уж не открыты ещё. Знаете, вот так вот. А вы уже давно открыты. Поняли? То есть вы должны обращаться к Господу в любое свободное мгновение в храме собственного тела. Помните слова Спасителя? Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою. Помолись Отцу твоему, который в тайне, то есть в сердце твоём. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Вот где молиться-то надо. Закрыть двери и окна. Ум замолчал, эмоции замолчали. Вот здесь, в храме собственного тела, обращаться к Господу. Понятно или нет? А первые христиане думали, что надо в подвал куда-то замуроваться, двери, фоточки закрыть, и там вот молиться в помещении, призывать Господа. Он ясно сказал, закрой все органы-то, которые внешний мир воспринимает. И вот туда всё. Дайте вам зевать хочется. Это тоже форма подтягивания энергии, чихание и зевание. Но это ленивая форма. А чихание – активная форма. Понятно? Чихание взбадривает, а зевание расслабляет. И каждодневно, искренне благодарите Господа за всё, что с вами бы не случилось. Это самый верный признак вашей абсолютной преданности Всевышнего. Просто вот благодарите. Какой должна быть молитва? Ну, молитва должна быть предельно краткой и абсолютно искренней. Не чьей-то чужой, а вами рождённой. Не повторяйте чужих молитв. Они длинные, ужасно длинные. Они чужие. Они хороши были для человека, который эту молитву написал. Она у него сработала, он с ней сроднился. Вы понимаете, да? И он вам её советует. А для вас она чужая. Ясно или нет? Просто чужая. Если вам Господу нечего сказать от себя, то помолчите, просто вспомнив о Его присутствии. Больше ничего. Не надо слов никаких. Творчески подходите к молитвенной практике. Понятно? А вот с серьёзностью молитвословку пил. Сейчас вот буду отчитывать с утра, там до вечера. В определённые часы. Вы поняли? В той пловушке опять эго вас затягивает. Молитва простая может быть очень. Господи, я знаю, ты есть. Ты есть во мне. Ты со мной. Ты всегда со мной. Я полагаюсь на твою волю. Ну, как хотите. Слова, они вашими должны быть. Искренними. А когда они у вас казённые, эти слова, когда вы не импровизируете, то молитва сухая, казённая. А тут импровизация должна быть. Понимаете? Вы же с папой не разговариваете казёнными словами? Ну, дома. Или с мамой. Казёнщина, уберите. Я понимаю, что очень трудно искренне полагаться на волю Господа. Очень трудно, но крайне необходим, этому надо учиться. Потому что обязательно вы должны это, зайчик, пускаешь. Ты? А вон туда. Вот так. В глаза не надо. Очень трудно. Вот вам непаханное поле для дальнейшей духовной реализации. Учитесь искренне доверять Господу, искренне к нему обращаться. Вот оно, непаханное поле. Поток открыт, всё есть. Он молчит по сути. Вот теперь с Господом налаживайте связь-то. Ясно? Вот этим занимайтесь. Поняли? Чем надо заниматься? Всерьёз и надолго. А вы всё метод, метод, метод. Занимая позицию на всё воля твоя, Господи, денно и ношно помните о его присутствии, о заботе о вас. И ещё помните, любые нечистые помыслы и проделки вашего эго всегда зримы Господом, нашим алгером-хранителем. Вы думаете, никто не узнает? У него они теперь все на виду. Тайны всегда становятся явным. Если вы думаете, что это пройдёт или сойдёт, нет, безболезненной кармической корректировки не обойтись. Поэтому всегда помните, перед вами ревизор. Вас он. Понятно? Уже как-то так вот, поосторожнее. Вы-то думаете, чтобы никто не узнал, вот тайны становятся явным, там для людей, вот вокруг. Не, вот это вот. Внутренняя тайна это. Понятно? Правильный, тонкий подход обращения к Господу в храме собственного тела нашла наша слушательница. Читаю. Раньше пробовала обращаться не то, чтобы в пространство, а просто как бы в никуда к Господу. Как бы в никуда. И не могла уловить нужную волну. Потом пришло понимание, что при обращении надо внимание обратить в себя. Внутрь пойти вниманием, перевести его в сердце, в область сердца или в область груди. Ведь в обычном состоянии внимание там никогда не находится. В обычном состоянии оно как бы нигде, что ли. Не знаю. А сосредоточение внимания в центре груди гораздо сильнее инициирует нисходящий поток, чем на кончик носа внимание вы обращаете. Рекомендуем эту ленивую медитацию. А если ниже, то прям непосредственно туда, куда надо. Поток инициируется. То есть канал связи открывается с божественным присутствием в вас. А вы туда никогда не обращаете. Вы к Богу, вот туда, куда-то, в пространство. Он у вас там. Научитесь. Лёжа это не получается. Только в вертикальном положении тела. Не очень. Не советую. Устанавливайте связь в вертикальном положении. Прошу вас. На коленях стойте, прямо стойте, сидите, но в вертикальном положении. Понятно или нет? Лёжа потом будет и всегда будет, но только в вертикальном надо связь устанавливать. Лёжа на кончик нож можно обледить. Когда вы ниже, оно непонятно, куда уходит внимание. А здесь оно точно здесь. В ноги не уйдёт. Я проверял, проверял рекомендации опытным путём. И вот когда я внимание, продолжаю цитировать, перевела внутрь и обратилась к божественному именно туда, то сразу почувствовал там внутри отклик. Появилось и начало усиливаться тепло, волной поднялись изнутри слёзы, и утешение пришло, и радость. Целый комплекс удивительных ощущений. А потом, когда перестаёшь обращаться внутрь, это состояние постепенно уходит. А если опять обращаешься, то усиливается. Теперь временами это состояние возникает само, спонтанно, без всяких обращений. Просто появляется изнутри, становится тепло, уютно, мягко и очень хорошо. Похоже, как в морозный день оказываешься в тепло на топленой комнате. Это центр коммуникации с божественным. вот сюда, внимание, значит, сюда вы направляете поток. Он есть у вас уже, но его надо направить, как вот в лупу, знаете, вот, зайчиком, направить туда. и вот тогда вы общаетесь с Господом напрямую, с божественным присутствием в себе, а не с Господом вообще. Ясно? Адресно. Видите, тонкости какие. вот так, от работы ума, от активной медитации по его упокоению, от контроля эмоционального состояния необходимо окончательно, бесповоротно перейти в сердце и преимущественно там жить, центрируя там внимание и вспоминая при этом Господа. Если вдруг одолевают вас невольные мысли или враждебная сила, ожесточают свои нападки, тотчас внутренним взором обращайтесь в сердце, найдёте там благодатный покой. Оттуда раз и как всё исчезает. Если раньше с мыслями вы там не обращали внимания, пытались как-то в плане активной медитации что-то делать, а теперь раз туда и всё. Понятно? Там и вы защищены. Вот такая игра уже немножко другая, но игра без напряга. Интересно. Тут, именно тут в сердце, вся тайна истина духовной жизни. Вот вся тайна здесь. Раз за разом учитесь высшему пилотажу духовной работы. Это высший пилотаж. Понятно? Учиться этому надо. Не получится сразу, не отчаивайтесь, оттерпеливо повторяйте день за днём одно и то же. И в один прекрасный момент вы вдруг обнаружите постоянное присутствие Господа в сердце своём, постоянное присутствие. Боже мой, он тут теперь всегда. Это станет вашей огромной победой на пути сознательной духовной революции. Ясно? В общем, должны прийти это. Продолжаю цитировать. И ещё важный момент, который нужно отметить. Во всех источниках, которые мне попадали, все без исключения святые подвижники рекомендуют в качестве практической работы обращение к Иисусу Христу, призывание Его в своём сердце. И я решил попробовать. Сделала так же, пошла внутрь в сердце и там обратилась к спросителю. Отклик был невероятно мощным, неожиданно мощным, даже трудно было в это поверить. Мне кажется, что это обращение что-то качественно изменило во мне. Так вот, наша истинная сущность, которую мы носим с собой везде и всюду, есть центр духовной коммуникации не только с Господом, но и со всеми святыми. Вот оттуда к любому святому обращайтесь, со святыми всех времён и народов. Понятно? Вот отсюда, вот это ретранслирует всё, это место. Понятно? А вот туда обращаюсь, к иконе там ещё куда-то, вот отсюда только к святым обращайтесь, за помощью, ну, к избранным вами, близким вам, святым. Вы поняли? Вот отсюда в храме собственного тела, причём со всей искренностью обращайтесь, включая достойные просьбы о духовной помощи. Отклик непременно получите. Они помогают. Только надо знать, откуда обращаться и делать это предельно искренне. Отсюда неискренне не получится. тесно? Видите, какие тонкости-то? Настоятельно советую вам воспользоваться этими рекомендациями. И ещё полученные от этой же слушательницы. Как же обратиться к Господу? Что сказать? Слова, наверное, не так важны. Главное, сам факт обращения, искренность и сосредоточенность. Наверное, надо просить у Господа прощения за свою глупость и за свой эгоизм, за годыню и нерадение. И сказать ему спасибо, что вел всё это время тебя, нерадивого и непонятливого, что любил и охранял несмотря ни на что, обучал и заботился, устраивая твою жизнь именно тем единственным наилучшим образом, который необходим был тебе, чтобы опомниться и пробудиться. И за то, что терпеливо ждал твоего пробуждения. А дальше остаётся только смириться и продолжать смиряться всё время, день за днём, год за годом. А смириться значит полностью и всецело предать себя в руки Господа, положиться на Его волю, уповать на Его милость. Это значит смирить годыню, недовольство, недоверие, нетерпение, смирить свой эгоизм, то есть самоустраниться, принимать всё происходящее безропотно и без вопросов. Только то, что ты хочешь, Господи, на всё твоя воля. Надо раз и навсегда осознать, что всё, что с тобой происходит, это Его воля, а значит происходит для твоего же блага. Значит, так должно быть. Надо установить внутри себя эту позицию и опираться на неё всегда. И особенно, когда бывает трудно. А трудно обязательно будет, потому что путь, будучи един в своей магистральной линии, индивидуален для каждого искателя. Каждый проходит путь по своему индивидуальному сценарию и, опираясь на общие для всех практические рекомендации, должен творчески переплавить его внутри себя, прожить самостоятельно, пройти осмысленно и творчески. Придётся сделать много неожиданных и зачастую неприятных открытий, встретиться с изнанкой своей личности, тщательно укутанной покровами респектабельности, узнать свои изъяны, слабости и глупости, придётся отдать свои кармические долги, ведь столько всего было наделано непотребного и за всё надо платить, возможно, придётся долго сидеть внизу, в помойке, где мутанно, тягостно и душно, и временами кажется, что нет никакой жизни, словом, кажущаяся богооставленность. Сидели в помойке там? Бывает подолгу, бывает очень подолгу, бывает недолго, но обязательно сидели. Так вот, в периоды кажущейся богооставленности, когда вы в этой самой помойке находитеся, важно не впадать в уныние, не впадать в уныние, ибо уныние справедливо считается в христианстве тягчайшим грехом, а уныние это отсутствие надежды на Господа, коль начали унывать, значит, Бог не с вами, всё, вы его как-то вот, вы от него дистанцировались, в унынии, ну, так бывает, понятно? Как правильно преодолевать эти мрачные периоды, которые могут оказаться затяжными? Во-первых, надо понимать неизбежность этих периодов и их целесообразность, целесообразность их появления. Никто из великих святых не миновал их, никто. Читаем их откровения и видим, погружались они туда, в эту самую помойку. Во-вторых, когда вас одолевают враждебные внушения и не получается не обращать на них внимания, следует приостановить всю духовную работу и оставить только молитву, непрестанно повторяя вами, только вами рождённые слова, обращённые Господу в сердце своём. Любые. Слова преданности ему, уверенности в его помощи. То есть сигнализируйте ему, что вы о нём помните, потому что в периоды уныния вы можете о нём и забыть. Рождебные силы вас начнут подминать под себя. Напоминайте ему, что вы о нём помните. Значит, это так надо сейчас. Я всё принимаю, я всё понимаю. Учитесь разговаривать с божественным присутствием в себе, нормальным, человеческим языком. А то вы в годыне своей, ну как я буду Господа беспокоить по мелочам? Знаете, вот вы так. Не нужно. Почаще обращайтесь. Теперь уже. Полезно также в эти периоды посильное физическое упражнение, физическое работа по дому и просто прогулки на воздухе, сопровождающиеся импровизированными молитвенными обращениями к Господу. И ещё очень ценный, на наш взгляд, совет по нейтрализации враждебных сил. Как только в поле ума появляются враждебные внушения, как только вы мысли враждебные увидели в поле ума, тотчас обратитесь искренне и как можно ласковее к их источнику, к самим враждебным силам. Спасибо, что напоминаете мне о Господе. Ласково к ним. Они недоумевают, как так? То есть, если мы будем на него нападать, он вспоминает сразу Господа. Они же не враги себе. Вы так пару раз их вот этим в нос ткните, и они поймут, что надо от вас отстать. Вы поняли? Так что очень ласково обращайтесь с враждебными силами. Благодарите их за то, что они вам о Господе напоминают. Представляете? Ласковая форма обращения с враждебными силами. Такое обращение приводит их в смятение. Эффект бывает потрясающий. Совсем не в их интересах напоминать вам о существовании Бога. Видите, надо всё использовать. Всё в мирных целях. Продолжаю цитировать. В общем, трудности будут непременно и теоретически мы это хорошо знаем, но когда практически в своем варианте прохождения путей мы с этими трудностями встречаемся, то почему-то часто пасуем, не умея распознать то, что с нами происходит. Что происходит нам именно это. Это именно те трудности, к которым мы теоретически были хорошо готовы, а на практике увы. Вот тут нужна пауза и упование на Господа, на Его милость, с готовностью принять всё, что Он нам преподнесёт. И всегда помнить, что невозможно людям, возможно Богу. это, пожалуй, главный вывод, который выкристаллизовался в процессе работы на пути сознательной духовной революции. Обращайтесь чаще к Господу. Всё из нужного места. И больше ничего не надо делать, надо просто в этом жить. Тут вам и бдительность, и искренность, тут и молчание и умов, тут всё вот в этом месте теперь уже. Сегодня многие так называемые православные носят нательные кресты самой различной конфигурации стоимости, абсолютно не имея представления о том, что с самого рождения в их теле обитает частица Бога, их ангел-хранитель. Не какой-то там бозон Хиггса, как частица Бога, открытая физиками на суперсовершенном коллайдере в Швейцарии, там они частицу Бога нашли, разбили какую-то частицу атомную вдребезги, ну, как тарелку, разбили, и осколы, говорят, вот частица Бога. Ну, я физиков говорю, раздолбали там что-то. Знаете, бозон Хиггса, частица Бога. Вот вас, частица Бога, всегда тут есть, самое настоящее, от Бога происшедшая, капелька божественная, мелкая капелька, но содержащая в себе всё. Так что наш ангел-хранитель в нас с самого рождения это частица божественного присутствия, вот к нему, к этому ангелу-хранителю следует как можно чаще искренне обращаться, дабы с ним связь не потерять. Эта связь необходима в непростые периоды вашей духовной жизни, обязательно, надо быть на этой волне, понимаете? Вот вам откуда помощь-то нужно получать и ждать и не забывать пять волшебных слов, обращенных к Всевышнему. На всё воля твоя господи, искренне произнесённые, адресованные в сердце, они в минуту отчаяния способны творить подлинные чудеса. Если вы в дух отчаялись и искренне туда, вот в сердце, господи, на всё твоя воля, всё, всё сразу становится на свои места. Вот как мне стало известно, некоторые одержимые идеи коллективного постижения господа под руководством продвинутого учителя в ряде случаев прибегают к коллективной молитве о помощи товарищам, попавшим в беду. Вот собрались и коллективно молятся, чтобы помочь товарищу. Ну, как мне стало известно это. Вот. Так вот, запомните, что никакого всеобщего тусовочного бога не существует, его нету, к которому вы коллективно или индивидуально обращаетесь с просьбами о помощи. Его нет в помине. Каждый человек, попавший в трудную ситуацию, должен сам обратиться к индивидуальному божественному присутствию в себе, причем покаянно обратиться как блудный сын. Попал в беду, все, беда тебя заставила искренне обращиться к Господу, вот туда внимание, сказать, я блудный сын, прости меня, я тебя забыл. Вот тогда придет помощь. Ясно? Только тогда они в пространство к какому-то там богу, в чем коллективно собрались и вот молимся о помощи товарищу, попавшему беду. Товарищ сам должен искренне осознать свою неправоту от падения от Господа. Ясно? Скажите это товарищу. А вы за него пытаясь вот работу какую-то сделать. Личный контакт только важен. Вы поняли? А не коллективное письмо Господу Богу о помощи товарищу. Вот чего Господь это ждет? Божественное присутствие в нас. Чего нас ждет? Вот именно этого. Чтоб трудную минуту вы обратились к нему. И только тогда вы будете услышаны Господом и тогда будет нужный результат. Нужный вашей душе. Ибо только она в любой ситуации принимает единственно верное решение. Понятно? что душе 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 Продолжение следует...